Сегодня у меня в гостях президент федерации по бодибилдингу, главный человек нашей федерации, Александр Владимирович Вишневский. Помню, бабушки заходят, фито-чай здесь продается, а я говорю, нет, тут фитнес. Как спортсмен вы реально очень крутые. Я еще и мастера получил, проходив зал три месяца условно. Почти как одна машина, один тренажер. То есть вроде как доллары были, но я, наверное, бездарно потратил. Несмотря ни на что идти к своей цели, и если ты профессионал в чем-то, то все равно ты к ней придешь. Что-то ты какой-то здоровый, ну-ка разденься. Мама всегда мне говорила, лучше голову качай, сынок. Не занимайся лерундой, примерно так. Здравствуйте, это проект «Не про спорт» и я, Татьяна Юрьевна, приглашаю на интервью всех, чьи имена неразрывно связаны с профессиональным спортом, чтобы узнать, в чем их сила вне профессии. Сегодня у меня в гостях президент Федерации по бодибилдингу, главный человек нашей Федерации, Александр Владимирович Вишневский. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо огромное, что приехали. Знаю, что не самые сейчас хорошие погоды и условия. Ну ничего, всегда рад, приятно будет пообщаться. С вашим опытом побед вы чемпион мира, двухкратный чемпион Европы и 16-ти кратный чемпион России. Вроде было так, да. Ну и в «Про» повыступали немножко там, да? В «Про» повыступал, но мне уже было не так мало лет. Не столько энтузиазма? Нет, энтузиазм, наверное, он как-то поначалу был, когда я переходил в «Про», а перешел в «Про» я, по-моему, в 35 лет. То есть я долго выступал среди любителей и добивался этого титула, звания чемпиона мира. Начинал я вообще выступать в 70 килограмм, в 1989 году я начал выступать и постепенно шел по категориям. На Мире выступал до 80-ти, был третьим, потом перешел до 90-ти, стал чемпионом Европы, до 80-ти был чемпионом Европы, до 90-ти выступал средством 85 килограмм. И вот только к 2000 году я набрал вот такие кондиции, еле влазил в 90-е, был в хорошей массе и качестве, и выиграл чемпионат мира в 2000 году. Вот даже ничего не понимая вот ранее, да, в бодибилдинге, я смотрела ваше интервью, и я понимаю, что как спортсмен вы реально очень крутой, ну, прям очень крутой. И то, что вы с пяти лет, с пяти лет, посмотрев фильмы, решили, что это ваш путь. И вы, в отличие от массовости, да, обычно родители приводят детей в секции, вы сделали наоборот, вы просили родителей, чтобы вас привели в секцию и заняться спортом. Ну, это правда, это правда. А откуда, это только у вас в семье такой вот характер, или откуда это передалось? Вот, вот, увидели, решили. Увидел, решил. Я не знаю, я как-то, у меня так все в жизни складывалось, я как-то заранее не планировал, что ли, а вот раз и... Вдохновение, да? То есть, за мечтой. Я даже не понимал, какая мечта, мне просто понравились герои этих фильмов, индейцы, главный герой, которого играл Гойко Митич. Он был очень спортивный, ловкий, и просто вот хотел быть таким же. Ну вот, а постепенно так. Сначала гимнастика спортивная, потом цирковая студия. Ну, у нас маленький городок был, Кирово-Чепенский, соответственно, гимнастику почему-то закрыли, когда я прозанимался там семь лет. Меня хотели отправить в спортинтернат в Москву, но мама у меня учительница начальных классов, естественно, она меня не отпустила, боялась, что я отобьюсь от рук. И я пошел в цирковую студию при Доме культуры. И вот там уже стали появляться у нас качки. Не в цирковой студии, а вообще в городе полулегальные подвалы, качалки. Это 90-е, наверное, да, были? Нет, это был еще 82-й год. А, даже лет за 10 до 90-х. Да, да. И вот у нас где-то вот в 1982 году начали появляться такие полулегальные качалки в подвалах. Ребята сами там углубляли подвалы, выносили песок там наносилках, делали тренажеры. Но туда ходили только какие-то вот элита такая. Элита? Не то, что элита, а узкий круг. А я был школьником, и между школьниками ходили такие слухи, и вот какие-то качки появились, такие большие, накачанные. И мы даже не понимали, что это и как это. И вот в цирковую студию начали приходить пару человек для каких-то, чтобы выступать тоже в шоу, там, с силовыми номерами. И они после репетиции еще подкачивали мышцы гантелями, гирями. И я вот косился на них, смотрел, и купил гантели домой, помню, разборные. Тоже включал музыку. А где они продавались? Ну, в спорттоварах, наверное, да. Просто вот сейчас мы, ну, не знаю, спортмастер, да, пошли купить. Да, и тогда тоже были вот как в универмаге там, или где-то можно было и спорттовары, и разные другие вещи купить. И вот я включал музыку, качал бицепсы. Ну, то, что я видел, как в цирковой студии ребята качаются. Мама всегда мне говорила, лучше голову качай, сынок. Не занимайся ерундой. Примерно так. Но голову-то тоже прокачали. Ну, вроде бы, да. Учился неплохо, под контролем мамы, естественно. Она меня там в ежовых рукавицах держала. И у меня в аттестате все пятерки, кроме русского языка. По-русскому четверка. Вот. Для мальчика, и вот если говорить, да, про мальчиков, обычно это очень хорошая оценка. Александр Владимирович, вот вы прошли огонь воды медной трубы, да, что называется? Наверное. Ну, я думаю, что назначение на должность главы федерации по бодибилдингу, это, ну, серьезное такое. Серьезное назначение было. Наверное, да. Вы вот, ну вот что почувствовали? Вы почувствовали внутри себя, что, ну, вот он тот момент, не знаю, тот, та цель, та мечта, которая сбылась. Или для вас это тоже как-то было, не знаю, неожиданно? Нет, это было неожиданно. Неожиданно. Что поменялось вот внутри вас и в вашем окружении? Что-то прям глобально сменилось в связи с назначением? Ну, наверное, да. Можно так сказать. Ну, произошло все внезапно. Внезапно Владимир Иванович Дубинин, который был для меня президентом федерации, по состоянию здоровья написал заявление об уходе с поста президента. И надо, ко мне сразу тоже стали обращаться знакомые спортсмены, функционеры. Александр, может, ты попробуешь? Ну, и, конечно, это такое было решение, непростое. Потому что я понимал, что большая ответственность, понимал, что это, ну, отнимать будет уйму времени. Вообще меняется вся жизнь, по сути. Ну, да, у меня был фитнес-клуб, он работал, я жил спокойно, размеренно, занимался со спортсменами. То есть, вот так, в удовольствие все. А тут прям я понимал, ответственность такая большая организация. Но в то же время я понимал, что я всю жизнь занимаюсь этим спортом. Уже был я представителем студийской коллегии на питерских соревнованиях, на российских. И все равно я жил этим, жил, ну, с федерацией. Знаете, ну, как говорится, это кухня изнутри. Ну, я подумал и понял, что, наверное, кто, если не я, попробует пойти на выборы, так как я уже, ну, большую часть жизни отдал этому спорту. Ну, и решил попробовать. Ну, вот вы перфекционист. Есть у вас в этот вот, ну, или синдром отличника, говорят, что вы хотите сделать, например, все идеально. Наверное, да. Потому что как-то с детства, может, меня так воспитали родители, что если делать, берешься, надо доводить до конца и делать это хорошо. Я стараюсь так делать, да. Не знаю, всегда ли это получается, но стремлюсь к этому. Ну, по крайней мере, да, есть. Ну, по-любому, как сказать, вот это, когда я принял решение идти на выборы, и это был декабрь, по-моему, месяц или конец ноября, и у нас прошла конференция Федерации Буддебилга Санкт-Петербурга, где меня тоже избрали президентом. Да, да. И надо было организовать за, ну, чуть больше, чем за три месяца, два крупных турнира. Это чемпионат Северо-Запада России по бодибилдингу в СКК, помнишь, да, этот комплекс, который уже снесли, к сожалению. И через две недели там же чемпионат России, а я никогда этим не занимался. Ну, конечно, вот хочу сказать, что вот так жестко я не жил никогда в жизни. Это был очень такой серьезный жизненный опыт. Я не знаю, как у меня это получилось. Я прекрасно понимал, если мне не хватит денег на определенные вещи, я должен был достать свои деньги. Свои, да. Ну, где-то бюджет, я помню, был, по-моему, более 8 миллионов в двух мероприятиях. И вот, не знаю, с Божьей помощью. Понятно, что спасибо партнерам, которые откликнулись, появились новые партнеры. Ну, я с утра до вечера сидел на телефоне и общался с людьми. А есть те, которые ушли из окружения? Ну, то есть не понравилось, да, что вы теперь во главе? Да. Ну, я имею в виду, знаете, что не то, чтобы прям вот кто-то, да, а вот именно то, что вы почувствовали, что с вашими переменами меняется и ваше окружение. То есть у вас теперь окружают другие люди. Да нет, наверное, я не могу так сказать. Понятно, что в большой общественной организации всякие разговоры, между собой какие-то бывают. Ну, всякое, да. Ну, команда для вас, это важно, это ваша опора? Нет, ну, безусловно, я рад, что у меня сформировался определенный узкий круг, такая команда, которая меня поддерживает, помогает. Это реально фанаты искренне, которые любят наш спорт. Ну, вот говорят, ну, не знаю, скажем так, психологи, да, что люди советского времени, это больше люди команды, а те, которые сейчас, новое поколение, растет, все-таки больше такие вот одиночки. Ну, и поэтому у нас да и фирлансер. В какой-то степени, да, наверное, благодаря интернету, может, это все происходит. Да, может, благодаря интернету или, ну, не благодаря ему. Вы все-таки из советских времен, да, вы росли там и стали как спортсмен. Цените командное вот такое участие, поддержку? Ну, просто, как сказать, без команды просто в такой большой организации невозможно. Но, опять же, когда я так воспитан, что надо делать, стараться все хорошо, я пытаюсь все контролировать. И, конечно, это очень тяжело. А, ну, когда все контролирует, тяжело. А с кем сложнее работать? С мужчинами или с женщинами? Сейчас ведь все больше, да, женщин занимают посты президентов в региональной федерации. Ну, да, появляются уже, да. Да, да, все больше и больше. Ну, вот с кем легче сотрудничать? Да, я тут не вижу большой разницы. Все зависит от отношения человека к своему делу. Если он с душой относится, то и с ним легче и работать, соответственно. Ну, вот плотно, довольная работа с Натальей Проскуряковой на подготовке к чемпионату России в Тюмени. Президент федерации Бадимина Тюменской области. Да, 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 и сказали, что очень прям, ну, к сожалению, я не поехала, не смогла, а в другой была стране. Ну, можно сказать, что действительно у него большой опыт организатора в связи с ее, наверное, основной работой. Она, как я знаю, управляет фитнес-клубом, также является депутатом законодательного собрания города. То есть видно ее вот такие организаторские способности, и с ней было, в принципе, легко решать все вопросы. Ну, вот как по вашим ощущениям за вот эти вот переходы, да, из времени Советского Союза, сейчас, роль мужчины в этом мире, в современном, она как-то поменялась? Ну, если, скажем так, все-таки мужчина, ну, был такой основной, да, в семье, добытчик, мужчина сказал, все, да, кулаком по столу, стукнул. Ну, я так воспитан, и надеюсь, что основная масса людей в нашей стране воспитана так же. Ну, понятно, что есть женщины, которые такие активные, ну, я вот именно больше старого воспитания, и, ну, я думаю, в России все равно, наверное, так в основном останется, по традиции. Ну, что женщина, она, как сказать, по крайней мере, хотелось бы, да, чтобы мужчина все-таки... Ну, по крайней мере, для меня, что женщина все-таки, она больше для меня хранит лица очага, вот, чтобы в доме был уют, хороший тыл, чтобы было всегда... Хотелось домой прийти, успокоиться, расслабиться. Вот, хотела, как раз, и о женщинах вас спросить, что для вас женщина, а что это совсем неприемлемо, а что вы считаете в женщине вообще, да, не только там современной, или там, сравнивать с прошедшими там годами, что вообще неприемлемо? Ой, такой вопрос. Ну, ну, возможно, да, что когда женщина перетягивает на себя там все, я сама... Ну, вот, наверное, когда женщина пытается быть мужчиной, да, и вот так вот агрессивно там командовать... Агрессия, да? Ну, да, вот в доме такое... Умная женщина, мне кажется, она по-хитрому все сделает, и сделает то, что... По-своему, да, но как-то светомянка. Да, конечно. Угу. Я когда хотела о вас информацию посмотреть дополнительно в интернете, обнаружила, что вы есть в Википедии. Наверное, да. Не смотрели, да? Но я так понимаю, что эта страничка сделана еще когда вот вашу спортивную такую карьеру... Написано вот это прозвище робот-культурист, написаны все ваши вот эти регалии завоеванные. Вы вообще как к социальным сетям, к интернету относитесь? Вот как бы в ногу со временем или чувствуете, что это вот какая-то... Нет, нет. Лишнее. Стараюсь быть в ногу, насколько позволяет время. Мне кажется, без этого сейчас сложно. Особенно для людей, которые вот либо частный бизнес ведут, либо общественной деятельностью занимаются. Вот в моем случае тоже, да? Это как... Ну, это реклама. Как о тебе узнают люди, о твоей деятельности, если ты не будешь развивать эти соцсети? Вы будете корректировать Википедию? Ну... Кто этим занимается? Я вообще никогда не вникал в это, я даже не знаю, кто этим занимается. Вот интересно, да, кто про вас написал. Потому что я была удивлена. Потому что не просто так попасть все-таки... Да? Я просто никогда не задумывался. Вот. Теперь вам говорю. А про фитнес-клуб вы упомянули. Это для вас... Была как вот мечта детства? Это для вас что? Вот такая вот отдушина вдохновляющая вас. Не то, что детство. Не то, что детство, а, как сказать, когда я стал спортсменом, стал соревноваться в бодибилдинге. Безусловно... Ну, я работал сначала тренером в зале. Ну, раньше как был... В клубе Киркулес я работал. У Владимира Дубинина. Ну, тогда не было персональных тренировок. Была зарплата, ну, я не помню, там, условно в долларах. Может быть там 50, чуть больше долларов в месяц. И ты должен был за эти деньги всем бесплатно все рассказывать, показывать. Просто на зарплате, да? Кто позвал... И убирать гантельки, да. Ага. Ну, вот. И, конечно же, у меня была мечта вот что-то сделать свое, чтобы я мог... И мне хватало и на жизнь, и на подготовку к соревнованиям, чтобы я мог вот тренироваться в своем зале, выступать. Вот такая вот мечта была. И, помню, познакомился на соревнованиях с иностранными атлетами из Кипра. И они меня в гости пригласили на Кипр летом. И вот я увидел у него такой уютный зальчик. Тренажеры по натоспорт. И мне так и не понравится. Тогда у нас не было вот такого уровня тренажеров вообще в залах в стране. Вот. И я узнал, что у нас... Начал, ну, как дистрибьютор этих тренажеров, мой знакомый в Москву. У него есть контакты. Ага. Вот у меня... А я вот все уже откладывал деньги для своего фитнес-клуба. Мечтал об этом. Уже где-то пытался помещение искать. Помню, нашел такое... Вот как раз 98-й год. Кризис в стране, если... Да, я помню. Когда доллар подскочил в 5 раз, там было... Поскольку это за один день. А так как у вас, наверное, что-то там как раз в долларах лежало, да? Я хранил доллары, безусловно. И, ну, кто... Тот, кто хранил доллары, он выиграл в какой-то степени. Да. То есть можно было тогда, вот... Я помню, машину купить 5-й модели, ладу новую. На доллары если перевести, то где-то полторы тысячи долларов. Новую машину. И стояла прямо, говорят, очередь за машинами, чтобы люди, ну, рубли потратить, которые обесцениваются. А цены на машины в рублях не сразу изменились. То есть нужно быстро купить было по старым ценам, но еще успеть. Собственно говоря. Вот поэтому у кого были доллары, они могли вот так дешево за доллары купить машину. И... Но у меня-то была мечта зал открыть. Как раз вот я нашел помещение именно в 98-м. И вот этот кризис начался. А у меня уже контакты. Я уже ремонт начал в зале. Я помню, что созвонился я с менеджером Панаты. Мы вас ждем. Я взял индивидуальный тур. Там доехал до Рима. Три мэна электрички до города Йеси, что ли называется. Вышел, помню, там на перрон. По-английски никто не говорит. Все слушают на приемниках футбол, болеют там что-то за футбол. И я там таксиста увидел. Говорю, вот мне показывай, куда мне надо. Он меня по горам, по горам, по горам привез там уже ночь. Куда я еду, да? Думаю, сейчас выйду из гостиницы и увижу завод. Но выхожу, горы и лес. Думаю, что такое? И смотрю, там подъезжает такая типа Феррари или что-то. Такая спортивная машина. И на меня Паната. Я говорю, Паната, садись, поехали. И опять по горам, по горам привозят меня в завод. На завод. Говорит, мистер Паната скоро придет. Пока вот мы вам покажем экскурсию. Вот я там с открытым ртом. Такие тренажеры. Восторг. Там вот эти свободные веса. У нас тогда их еще не было. А тут Паната уже их разработал. И у него свой дизайн. И потом он пришел. Меня в офис к нему пригласили. Классный мужик простой. Рудольфа Паната. Показал, как он был спонсором. Мистер Олимпия. Как он награждает. Дорина Яциа и так далее. А потом говорит, в вечер мы идем тренироваться. Я говорю, хорошо. Заходи ко мне в пять в офис. Я захожу. Он у меня в машину. К себе в дом. Дом 2500 квадратных метров. Обнесенный таким кирпичным там забором. Я конечно в шоке был, как вот человек устроил, ну, сделал свою жизнь. И заходим там в гараж. У него там две Феррари. Ламборджини. Порш. БМВ. Не было желания заняться производством. А не только фитнес-клубом. Потом идем у него на первом этаже. Или это был как цокольный этаж. 600 квадратных метров чисто тренажерный зал. 600 квадратных метров дома. Мечтал. Потом идем бассейн где-то 20 метров. Потом идем боксерский ринг с грушами там. Чисто боксерский зал. Потом тир, где он из пистолета учился стрелять. А пистолет всегда с собой возил под сиденьем автомобиля. Но без охраны. А вы как общались на английском? На английском, да. Ну, я тогда как английский в школе учил. Но опять же, как и мы все. В процессе общения на соревнованиях с иностранцами стала появляться практика. Я начал разговорно как-то говорить. На тот момент, в принципе, уже что-то мог изъяснять. Какие-то мысли свои. Ну и он сказал, мы тут тренироваться не будем. Здесь скучно. Поехали в мой зал, который в городе я сделал. И вот я видел, человек прям фанат. Каждый узел. Вот я это придумал. Американцы еще только до этого дошли. А я давно. Ну и вот как бы он показывал свои тренажеры. А раньше он был просто в школе учителем. И для себя, так как он тренировался, в гараже делал тренажеры. Кто-то один попросил ему изготовить другой. И так у него пошло-пошло. В итоге вот стал таким производителем. Причем завод открыл там же у себя в деревне. Деревня Апиро. В самых горах. Мне еще менеджер говорит, все тут матерятся. Эти водители пока доедут до этого завода по горам. Я говорю, а что так далеко завод там? Мне здесь нравится свежий воздух. Здесь все хорошо. Здесь я вырос, здесь мои дети. И поэтому кому надо, тот доедет. И вот там у него полдеревни работает на заводе. Ну тоже хорошо рабочие места. Ну да. Вот как-то так. И в итоге я привез эти тренажеры. Каждый мне в среднем обошелся 1300 долларов с растаможкой. Почти как одна машина, одни тренажеры. То есть вроде как доллары были, но я наверное бездарно потратил. Ну да, человек, который мечтал о Ладе, конечно же скажет, ну ты еще бред какой-то. Но я мечтал о клубе и поэтому для меня это было нормально. И вот я поставил эти тренажеры. Где-то я купил по-моему 20 новых тренажеров и 5 б.у.шных у него на заводе были подешевле. Плюс потом гантели, штанги покупал. Вот. И помню повесил вывеску, там знакомого попросил ее сделать. Красивый вывеск, фитнес-клуб. А тогда слова фитнес-то никто не знал. Помню бабушки заходят, фито-чай здесь продается. А я говорю, нет, тут фитнес. Что фитнес? Да, короче, ну полупустой зал, люди не до, так, кризис в стране, не до спорта. Не до спорта. Да, вывеску камнями пробили сразу, она вся в дырках стала. Ну, тренировался сам. Но постепенно люди стали узнавать, мы развешивали листовки на подъездах. Люди узнавать стали, приходить и реально зал запомнил. Он был небольшой и прям битком набивалось. Нет, потом было такое время, когда действительно фитнес стал популярен. Но в целом, если посчитать, если бы я просто купил тогда квартиру и сдавал, или просто она бы стояла, то примерно я заработал за десять лет бы столько же, сколько я заработал за счет клуба. Потому что недвижимость очень сильно дорожала. То есть, грубо говоря, когда я покупал тоже свое, скажем, но не совсем первое жилье, но расширялся что ли, то вот как раз после кризиса цена была что-то 300 долларов за метр квадратный. Ну, я сейчас, наверное, знаешь сколько стоит. Не знаю, но, наверное, смотря какой район и смотря какое жилье. Ну, вообще, если отмотать назад, в детстве у вас были мечты, которые, ну, вот сейчас, может быть, смешные, кажется. Вот прям совсем не в ту сторону. Не, ну, что только в детстве не было, конечно. Что только в детстве не было, да, циркачом вроде? Ну, и когда я, ну, сначала я когда видел индейцев, смотрел про них фильмы, я понимал, что их где-то в Америке угнетают. И я мечтал, да, я мечтал стать таким ловким, сильным и поехать в Америку их спасти. Но не успел. А вот сейчас, интересно, глобально в мире вы что бы хотели изменить, если могли? Да, сложный вопрос, потому что, ну, я в последнее время там интересуюсь геополитикой. Понятно, что не сможете, да, каким-то одним словом действовать. Но вот что больше всего, может быть, сейчас волнует вас как человека, живущего на этой земле, да? Что бы вы хотели поменять? Ну, вижу, говорю, вот эту геополитику, вижу, сколько всяких подводных течений, интересов пересекается. разных стран, разных элит. Конечно, хочется какой-то вроде справедливости, но в то же время у каждого она своя, своя правда. И вот это идет борьба, но между элитами мировыми, да? И понимаю, что может это к чему-то плохому привести, но не хотелось бы. Ну, страдают обычные люди, да? Наверное, война, ну, условно говоря, да, где вот нагнетается, бывает в одних регионах, в других регионах земли. Кому-то ведь война тоже выгодна. Ну, вот, наверное, не хотелось, чтобы это было. Ну, то есть упрощенно за мир во всем мире. Наверное, да. Но мы на это, наверное, мало можем влиять, и надо делать то, что ты можешь на своем месте максимально хорошо. Наверное, так. А тот, кто там управляет, наши, в том числе наши руководители нашей страны, надеюсь, они тоже умные люди и делают хорошо свое дело. То есть тоже делают максимально хорошо. Да. Согласна? Раз уж мы заговорили о чем-то глобальном мире, есть люди, которые вас восхищают, на которые вы роняетесь, может быть, или которые вас вдохновляют тоже? Пусть даже это как политики, пусть это не спорт или там актеры. Ну, с возрастом у меня менялись вот люди там, на кого, может, я хотел бы похожим. В последнее время, да, не буду как бы лукавить, интересуюсь, смотрю и удивляюсь его энергии. Это Путин Владимир Владимирович. Нет, ну, искренне. Ну, соглашусь, да. Потому что я вижу, что он много лет руководить сложной страной. Да, он посвятил себя стране полностью. Там можно сколько угодно обсуждать, насколько хорошо какие-то решения принимаются, насколько плохо. Но я всегда, когда с кем-то мы спорим по этим вопросам, я говорю, не нам судить этого человека, потому что мы не знаем, сколько подводных течений, какие вопросы ему приходится решать. И только поэтому тут, ну, как бы, либо мы ему доверяем, естественно, он там формирует команду, но я вижу, что он старается максимально. Ну, просто до него я не видел таких руководителей в нашей стране. Ну, тут, да, сесть на диван и не пробовать самому что-то сделать, конечно, проще обсуждать. Я даже не знаю, откуда у него столько сил, энергии, летать то там, то там, да еще это с трезвым и острым умом. Острым чувством его умора, мне очень нравится. Да, то есть он молодец. Все? Есть еще кто-то? Или это вот просто? Нет, так просто нету. Просто вот интересуюсь в последнее время действительно геополитикой. И, само собой, смотрю на работу наших лидеров. А что для вас, вот как для президента федерации бодибилдинга России, ну, самое сложное? Ну, может быть, то, что вообще неожиданно для вас было, что на этом посту вас это когда встретит. Это организационные моменты, работа с людьми или свои внутренние ощущения, вот, вот, обязательств, да, вот на этом посту. Вообще, что для вас самое сложное? Ну, наверное, вот это все вместе, что ты сказала. Или вот как-то построить график, чтобы все успевать, тут же и с министерством спорта нужно. Понимаешь, сложно построить график, потому что это общественная организация, это не бизнес какой-то, да. Тут нету нормированного рабочего дня, тут постоянно идет общение с людьми с утра и до вечера на телефоне. Постоянно приходится, ну, веду список вопросов в записной книжке и стараюсь их решать в процессе, да. И эти вопросы постоянно формируются новые и не заканчиваются, и это все бесконечно, и куча информации в голове. Ну, вот, ну, это, ну, если до этого у меня был образ жизни, это бодибилдинг. Ну, как-то на себе больше, да, зацеплено. Да, бодибилдинг. То тут это стало образом жизни вот эта общественная деятельность, это как образ жизни, к которому я, наверное, уже тоже привык. Поначалу было, конечно, все это прям, ну, нагрузка, потому что я был спортсмен, и тут все по-другому. А тут надо головой сколько надо спрешать. Да, тут прям ответственность большая в разных, ну, как бы по федерации, но очень много разных вопросов. Ну, как-то так интуитивно сначала все, с чего начать, ну, все как-то так. Потом по полочкам более-менее все улеглось, и как-то стало устаканиваться, и в целом вроде привык. Уже картина прояснилась, да? Вроде привык уже, да, и картина прояснилась, в каком направлении идти, и что мы хотим. Александр Владимирович, ну, вас поддерживает ваша семья вот в вашем назначении на пост, вот сейчас во всем этом варенье, в бодибилдинге? Когда я принимал решение идти на выборы, то не поддерживали. Супруга не поддерживала, но она понимала, что времени на семью у меня почти не останется. Ну, как бы сказать, я принял решение, и она сейчас смирилась. Смирилась, да? И уже поддерживает, ну, за что огромное спасибо, потому что, действительно, время семье я уделяю мало. Каюсь, и даже если, когда я и дома, то закрываюсь в своей комнате и постоянно на телефоне. Так что, конечно, поддержка семьи много значит. Ну, это цена любого успеха, любого карьеры, да, скажем так. Времени там на себя уже не остается. У вас времени на сон остается достаточно? Не на сон достаточно. Ну, не всегда, но достаточно. Режим – это важно, да? А если бы вообще не сложился, да, спорт и бодибилдинг? Ну, вот вы хотели пойти, но не сложилось ни гимнастика, ни цирк, ни бодибилдинг, ничего. Есть у вас какие-то способности, таланты, которые вот вам пригодились бы в другой профессии? Вы смогли бы быть кем-то вот? Инвестом, инженером? Ну, я изначально-то и поступил в институт инженерно-строительный в Питере. Да. То есть у меня отец – заслуженный строитель России. И так как на тот момент я уже не подтверждал спортивных разрядов, я же до 12 лет спортивной гимнастикой занимался. То и в институт физкультурный, ну, меня бы, наверное, не приняли, так как у меня не было разряда последние годы. И я принял решение, что поступом отца поступил в инженера-строительный институт. Причем мама такая все говорит, когда ты собрался в Питер, думаю, а все равно не поступит там, ничего там из деревни, вернется обратно. Я сильно не переживала. А я сдал два экзамена на две пятерки и досрочно поступил. Она говорит, там я уже заплакала, поняла, что все, потеряла сына. Ну и, короче, я уже остался в Питере, да, и жил в общежитии, учился в институте. Но потом случайно попал на соревнования по бодибилдингу. Но сначала после первого курса я служил в армии два года с 85 по 87. И в 88 по-моему я попал на чемпионат СССР по бодибилдингу в октябрьском концертном зале, по-моему, проходил. И я оказался на втором ряду. Это была утренняя часть. Помню, на первом ряду сидели такие вот звезды тогда прибалтийцы. И Васин Александр ходил в таком костюме сборной СССР. Я еще думал, вот этот человек там ходит фотки, показывает какие-то свои фотки где-то вон там на международных соревнованиях. И реально выходили такие атлеты, легенды того времени. Их только на каких-то брошюрках можно было видеть. Это литовцы, эстонцы, из Латвии. И тогда вот прибалты были лидерами. Прибалты, да, были? И вот Вы говорили, киприоты еще, да? Тоже были лидеры? Ну это на международных, тут это чемпионат СССР. На международных-то это были немцы лидеры тогда в Европе, немцы прямо. Ну с Кипра тоже были ребята неплохие. А вот именно в СССР это прибалты в основном. И вот я увидел, в шоке был от их тел, от сложения. Вот меня, наверное, тогда заклинило. Это получается как от фильмов с индейцами. Вот это опять волна вдохновения, хочу быть там. Да. Не знаю, что делать, но возьмите меня. Ну так-то я все равно там в общежитии подкачивался там в комнате, там гантельки. А потом я уже организовал у института там, ну общежитие у института, выделили нам учебную комнату под гантели, штанги. По моим чертежам сварили тренажеры, такие примитивные, но тем не менее. И вот там все в общаге качались. И пока к нам не пришел в эту качалку молодой человек, который ходил в клуб «Монолит» в центре города. Был такой клуб «Монолит». Я спросил, ты куда ходишь? Он сказал, вот в такой-то клуб. Я попросил, можно ли как-то туда устроиться. А тогда было тренажерных залов мало, и всех подряд не брали. Нужно было собеседование пройти. Он говорит, я поговорю. И вот в январе 89-го он мне говорит, тебя ждут. И я волновался, думал, сейчас придут там одни качки. Серьезно. Это сейчас тренеры, да? Вот мне было 22 года. То есть я был еще юниор. И мне говорит этот тренер, я захожу к вам, он такой, что ты такой-то здоровый, ну-ка разденься. Ну я снял футболку, он такой, опа, тебе сколько лет? Я говорю, 22. Ну ничего себе, ты знаешь, что ты можешь быть вторым на Питере по юниорам? Я говорю, нет, пока не знаю, но хорошо. Он говорит, давай я тебе все там, как бы расскажу диету, тренировки, готовься. Ну давайте. Он начал готовиться, сушиться. А потом Борис Раев такой был легендарный атлет, чемпион СССР. Да-да-да, знаю. Он приехал заниматься с нами позированием. А я еще помню в общаге жил и привели время в стране. А я был без телевизора и не знал, что время перевели. Я опоздал на эту встречу, на позирование. Он еще говорит, боец, ты чего опоздаешь? Ну вот так вот, разденься. И такой тоже так. Я был уже такой сухой, 73 килограмма, резьба по кости меня называли. И он, но ему, Раеву, Борису всегда нравилось хорошее качество мышцы. И он говорит, так, сколько тебе лет? Я говорю, 22, окей. И потом он мне говорит, тут Владимир Аныш Дубинин у себя в клубе, в подвальном клубе. Тогда был клуб такой на Васильском острове Эллада. Будет отбирать юниоров на чемпионат СССР в клубе. То есть каждый с кассетой аудиозаписью своей произвольной программы с фонограммой должен включать в магнитофончик и перед Владимир Анышем показывать произволку. А он должен был выбирать, ты идешь, ты не идешь. Ну, потому что чемпионат СССР тогда проходил в Клайпеде, в Литве. И перед чемпионатом Питера. Питер позже. А добрать как-то надо было юниоров. И когда Буря Раев узнал, что я бывший гимнаст, он мне помог сочинить такую красивую произволку. Где я ставился на шпагаты, на одну руку вставал. Ну, вам-то все гимнастика. Да, делал акробатические всякие фишки. И когда Дубинин посмотрел, такой, неплохо. Ну, какая-то гимнастика, поймут ли судьи? Что это типа гимнастика? Раев такой, поймут. Надо брать парня вторым номером. А первым номером как раз был вот такой тогда известный атлет Кирилл Солодков. Он уже тогда был второй на Союзе. И чемпион Питера по юниорам. И вот меня взяли как бы первым номером, а меня вторым. А вы вообще чувствовали тогда, что вы немножко что-то революционное привносите в бодибилдинг? Ну, наверное, да. Что-то не то, что вот сейчас было принято. Наверное, я это потом почувствовал. Ну, и вот когда нас в первом раунде с ним сравнили, я проигрывал, проигрывал ему один балл после обязательных сравнений. А после произволки зал стоял на ушах. Извините, до свидания. Да, там такой гул стоял. Я стал чемпионом СССР. И сразу же получил звание мастера спорта. Тогда впервые вот на этих соревнованиях, по-моему, стали присваивать звание мастера спорта по бодибилдингу. Я еще и мастера получил, проходив зал три месяца условно. Ну, и меня тут еще сильнее переклинило. Я понял, что это все. Я перешел на заочно. Представляете, для родителей, мать учительница, отец инженер-строитель, который уже строил на меня планы... Вдруг качок вырос, да, в семье? Какой-то бодибилдинг, это что за профессия вообще? Отец уже думал, что я вот сейчас закончу институт. У него знакомый начальник стройки в Сосновом Бару, это вот недалеко от Питера. Планировали меня туда распределить и получить квартиру как молодому специалисту. А я все планы нарушил родителей и просто сказал, я буду качаться и на заочно учиться. Сначала отец подумал, что меня отчислили за неуспеваемость. Я что-то не договариваю. Он прилетел, мы пошли к декану. Декан сказал, да нет, он один из лучших, у него повышенная стипендия. Я говорю, нет, все, они меня вдвоем уговаривали. Я говорю, нет, не все, я хочу качаться. Ну вот как, я не знаю. У вас получается, что все-таки вот то, что вдохновляет, это первично. Не важно, что вам будут описывать, что вот это правильнее, а вот это вот неправильнее. Вот вы выбираете... На тот момент прям вообще я вот... Душой и сердцем, да, вот туда. Ну и вот так как-то все сложилось, что я попал тогда прям в струю. Этот бодибилдинг же официально разрешен у нас с 1987 года. Как раз. А я был в 89-м, тогда это все начиналось, и люди, им было это интересно, хотели видеть бодибилдеров, про которых они слышали, но никогда их не видели. А сейчас вас можно назвать легендой бодибилдинга? Ну и... Кто-то же так и называет. Не мне судить. Вот. На тот момент, конечно, я вот и попал в струю, и начались коммерческие турниры, и я стал как-то зарабатывать. И в 92-м году, я тогда помню, по-моему, 92-й, я купил квартиру однокомнатную. И родители не могли поверить, что я стал питерцем, и у меня квартира. То есть... Я вот тоже смотрела интервью, и я не могла поверить, неужели такие хорошие были призовые, что спортсмен мог купить себе квартиру? Были. Почему сейчас этого нет? Нет, в чем, что... Да, призовые такие были, но не так часто. Ну и понятно, что надо быть в топе было. Это не то, что там. Это про бодибилдинг. Да, именно. Конечно же, ни бикини не было, ни никого. Да, только бодибилдинг. И обязательно надо было быть в топе, что было тоже нелегко. Но нужно понимать, что спонсорами этих турниров, где были хорошие призовые, зачастую были такие структуры не совсем официальные. В общем, теневые. Теневые. Да, и это были реально такие вот для них, можно сказать, шальные деньги. Вот они просто хотели бодибилдинг. А сейчас куда все теневые делись? Сейчас у нас нет теневых. Мы не против возвращения теневых, мы тоже хотим в квартиру идти. Знаете, как сказать, и те времена тоже были непростые. Просто я в струю попал, и я оказался в топе, и смог заработать каких-то денег. Но тогда не было персональных тренировок, опять же. Как я и говорил, зарплаты были очень низкие. Сейчас есть другие возможности, благодаря интернету. Если у спортсмена есть голова на плечах. Ну, у вас же много учеников еще, да? Ну, сейчас уже нет. Просто нет времени. Ну, как бы не до этого точно уже. Тут либо надо хорошо этим заниматься, либо не заниматься. Либо уже дальше делегировать. А скажите, вы вообще патриот нашей страны, своей страны? Если вообще была бы такая возможность уехать и где-то жить в другой стране? Была такая у меня история. Была? Когда я перешел на Заочно, у меня забрали временную прописку. Ну, потому что я уже все. Я же многороднее был. Тогда было понятие прописки, да? Было, да. То есть я должен был по идее уехать к себе в Кирово-Чапецк. Раз я на Заочно перешел. Но я просто снял квартиру с другом там. Ну, по сути, без прописки. Бомж. Ну, вот. Но зарабатывал по-разному там было. Была история, что в общежитии, в нашем общежитии, финны изучали русский язык. Мы познакомились там с финнами. Они нам потом делают приглашение в Финляндию. И мы там убираем картошку. И платили на 50 долларов в день по тем временам. Это был 80, наверное, 7 или 8 год. То есть где-то там на месяц. Ну, вот какие-то такие подворачивались способы заработка. Потом, когда я уже работал в зале у Владимира Дубинина, он говорит, Александр, тут позвонила директор театра. Им нужен бодибилдер. Выступают за границей. Это 90-й год, наверное. Они хотят видеть твою произвольную программу робота. Мы едем к ней домой встречаться. Я сейчас думаю, что такая солидная женщина открывает. Открывает. Светлана Петрова, по-моему, здесь живет. Это я, заходи. Бардак. Но творческий человек. Кассету классно нам подходит. Тоже живет своей профессией. Нам подходит. И вот я в Германию с этим театром. Такой был авангардный театр, так скажем. Довольно интересный. Было весело. И мне за это тоже платили неплохие деньги. И вот как-то так вот. Такие времена были. Действительно еду на шпионат мира в Сеул. Помню, Южная Корея. Вот 1993 год. До 80 килограмм становились третьим. Тут же покупаю кучу кожаных курток. Баул. И везу в Питер. Знаю, что их можно продать в два раза дороже. И знакомому там только как был в СКК. Как раз ярмарка такая была. У него там был свой как бы магазинчик. Я ему отдаю. Он потом мне отдаёт деньги. Ну вот так. По-другому было никак. То есть приходилось крутиться. Правда лихие 90-е. А где бы мы смогли правда остаться жить? Какая страна вам больше? Я что-то сбился. Да, да, да. И в 91 году я становился третьим на Союзе до 90 килограмм. И тогда как раз же холодный занавес разрушился. Мы стали контактировать с Америкой. Вот эти пошли обмены спортсменами. К нам американцы стали приезжать бодибилдеры. Там Шонры. Там Польжин Гюляме. Там такие вот. Конечно, это было вообще что-то для меня. Когда их вот так вдруг увидел. И помню, американец такой активный нашёл свой владелец зала в Америке. Вот прям решил организовать товарищеские встречи СССР в Америке. И вот организовал прям нашу поездку в сборную СССР туда. И вот меня берут тоже. В эту поездку. Ну, как в сказке. Тогда у нас же была здесь разруха. Перестройка. Ну, реально там. Я помню. Стоял в очередях, когда готовился за яйцами. С талончиками или ещё с чем-то я помню стояли. По затворогам. И последний это был Флорида, Тампа. Нас возили по всем. Там бесплатно кормили, всё показывали. Выдали футболки СССР, серп и молот. Я как-то выкладывал в Инстаграме с Александром Васиным. Да, мы тогда там были. И реально настолько это воздействовало на психику. Мою тогда молодую. Ё-моё. А меня ж ничего не держало. У меня не было квартиры. Ничего в Питере. Я снимал. Там денег особо тоже не было. У меня в принципе мог там остаться и всё. Но что-то меня сдерживало. Но слухи я помню обсуждал с другими. С Владом Кузнецовым обсуждал. Папа Смит, который не знает. Я дада знаю. Вот он же как раз тогда и уехал после этой поездки. Сделал приглашение ему. Американец, которым он там познакомился. И мы всё-таки между собой это так обсуждали этот вопрос. И слухи уже пошли по всей команде. И потом была смешная история. Дубинин и другие функционеры с американцами поехали как на обзорную экскурсию на автобусе. По-моему это был Сан-Франциско. А я не поехал. А потом мне рассказывают. Едут они и там смотрят в окошко. Там чёрный парень такой стоит. Ему там как ванночка в руке денежку кидает. И он такой как робот заводится. И танцует брейк-дас где-то минуту. И снова замирает. Наш бы лучше сделал, да? Нет. И кто-то такой смотрит в окошко и говорит, Владимир Иванович. Представляете, через год переезжаем, а здесь Вишневский робота танцует за деньги. И наверное вот это меня остановило. Я понял, что понимал интуитивно, что не так всё просто, как кажется, чтобы здесь устроить свою жизнь. И менталитет и всё другое. Опять начинать с нуля надо будет. Даже с нуля как-то, не знаю, что-то меня удержало. И я не жалею. Потому что сейчас у нас в стране всё есть. Ничем не удивишь. Всё зависит от человека, если ты к чему-то стремишься. Поэтому в принципе да. Я сейчас патриот. Сейчас. А тогда ещё в молодом возрасте хочется ещё чего попробовать. Ну тогда же как бы всё было. Американизация везде. Чуть закрыто всё было. Мечта с запада. Тогда многие туда рвались. Это общее такое было. Такой период. А есть, может быть, были какие-то страхи, которые вы смогли убедить благодаря спорту? Благодаря бодибилдингу. Не знаю, страх сцены, страх какой-то публики, ещё какие-то внутренние. Что сделали вас ещё сильнее? Я не думаю, что были какие-то страхи. Потому что я с детства в спорте. И с детства на публике был. И не боялся сцены никогда. Но мне кажется, спорт он дисциплинирует. Конечно же, закаляет характер. А эти качества по жизни всегда помогают справляться с трудностями. То есть я думаю, что всё, что я в жизни добился, благодаря именно бодибилдингу. Благодаря вот в том числе качеству, которое он воспитывает. А вы всегда дисциплинированы? Или есть моменты, когда, не знаю, вы это вы. И делаете, что хотите, говорите, что хотите. Или вы всегда, как публичная личность, стараетесь себя держать в каких-то рамках? Не знаю, есть публичная маска. Я вот такой. Есть люди, которые скажут, да... Зависит от места, где я нахожусь. Если, ну, где надо быть... Как показать, что ты руководитель, я так и стараюсь держаться. Но в каком-то русском кругу, то, конечно, я расслабляюсь. И мы веселимся, смеемся. Тяжело, наверное, всегда быть в каких-то рамках приличного человека, да? Ну, кто меня близко знает, они знают, что я умею смеяться и пошутить, да. Ой, это очень приятно. Вот если взять, опять же, сравнение Советский Союз, наш, с приходом соцсетей, компьютерных игр, да, мы же все-таки росли без всего этого, без телефонов, гаджетов. Вот вы считаете, это проблема для наших детей сейчас? То есть в количестве информации, в том, сколько они проводят за экраном и телефонами. Это лучше было детство все-таки, когда мы росли сами, до чего-то догадывались, искали информацию? Или вот эта упрощенка сейчас такая? Вот вы же можете сравнить сейчас эти два поколения? Ваши личные абсолютно? Я никогда критически не отношусь вот к чему-то новому. Прогресса. Такова жизнь. Мы не можем ничего поменять. Единственное, что, безусловно, не должно быть злоупотребление детьми, наверное. Вот приходится прям бороться. Сейчас вот у меня младший сын, ему опять исполнится скоро. С трудом отрываешь планшет от него. Настолько прикипает и лазит сам, что-то там находит, какие-то игры. Но мне кажется, надо лимитировать, конечно, вот нахождение ребенка в интернете. Потому что это все-таки на психику как-то все равно, мне кажется, будет влиять и на развитие. Должно быть всестороннее все-таки. Но в целом вы не консерватор, а вот за прогресс. За то, чтобы все менялось. Да, безусловно. Конечно, сейчас жизнь вся меняется, и настолько быстро все эти технологии. Ну а как? Без них просто ты будешь как первобытный человек. Для тех молодых людей, которые сейчас, возможно, сомневаются, что начинают свой путь и сомневаются, мой это не мой, получится, не получится, ошибусь, какие-то будут прям серьезные провалы. Вы можете дать совет от себя? Ведь вы тоже и ошибались, и провалы были. На что им обратить внимание, да? На что опереться? Какие-то советы как будто бы себе, двадцатилетнему или подростку. Как все-таки оставить этот страх, сомнения и идти вперед со своей мечтой? Есть ваши какие-то вопросы? Наверное, и я и старшему сыну это говорил, что нужно всегда стараться быть профессионалом своего дела. Ну то есть, если ты хочешь быть среди лучших, то ты должен, чем бы ты не занимался, быть профессионалом. Должен отвечать за свои слова, держать слово. Это, так сказать, репутацию за деньги не купишь, а потерять ее можно очень быстро. Не бояться экспериментировать или что-то менять в жизни, если особенно тебя что-то тяготит. Ну как бы да, вот надо поменять, но многие боятся изменить свою жизнь. Мне кажется, надо быть решительнее в этих моментах. Что еще? По сути, это, в принципе, хорошие качества для мужчины. Даже отвечать за свои слова. Ну это определенные принципы, мне кажется, которых надо придерживаться. Ну а соответственно, несмотря ни на что идти к своей цели, и если ты профессионал в чем-то, то все равно ты к ней придешь. Даже если самым близким она кажется немножко странной, да? И ненужной. Да, в моем случае так и было. И родители, конечно, сначала не принимали этот спорт, но потом я понял, что стали уже мной гордиться, когда я стал добиваться успехов. А если вообще отмотать все назад и начать с нуля, ничего бы не изменили? Нет, мне кажется, по-другому быть и не могло, раз я с детства был увлечен этим. Нет, здорово. Я, в принципе, даже ожидала этот ответ. Просто я те интервью, которые смотрела с вами или читала, я понимаю, что вы спорт, но это вообще не отделить уже. Если бы не здесь, то здесь все равно бы остались. Мне даже мама тоже вот говорит, сейчас тоже. Я, говорит, сразу видела, что не будешь ты строителем. Не будешь ты строителем, да. А с другой стороны... Не представляла тебя в сапогах в грязи. Бодибилдинг – это строение тела. В принципе, я тоже отца так успокаиваю. Да, да. А, то есть это не прокатит пока, да? То есть бодибилдинг, когда вы как инженер по телу, но не инженер строительства. То есть он гордится. Все, смирился. И гордился. И гордится. У меня для вас остался только БЛИЦ-опрос. Буквально пять-шесть вопросов. Вы можете коротко, односложно ответить, да? Или объяснить, да? Если поясните, что-то зацепило, скажем так. Город или деревня? Город. Книга или фильм? Фильм. Логика или интуиция? Логика. Доверие или контроль? Больше контроль. Любить или быть любимым? Больше, наверное, я за взаимность. Ну или, на крайний случай, быть любимым. Простить или проститься? Смотря в чем. Вот. Зачастую, может быть, и проститься. Ну, может, место иметь и такой ответ. Это интересно. У меня сегодня в гостях был Александр Владимирович Вишневский, президент Федерации бодибилдинга России. Еще раз благодарю, что пришли. Спасибо за приглашение. В этом прекрасном городе. И буду рада, если вы оставите отзывы о нашем интервью и узнаете для себя что-то интересное, чего еще не знали. Спасибо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова